Отсюда началась общественная деятельность кавалера двух орденов Красной Звезды Владимира Андронова. Улица Пушкина. Через дорогу сквер боевой славы. В конце 80-х здесь было одноэтажное здание. Отдельный вход там, где сегодня деревянная лестница. По словам ветерана Афганистана, идея объединиться в общественную организацию витала в воздухе. Привыкшие к коллективизму в бою, мы рассчитывали и на взаимную поддержку, находясь уже на гражданке. Организация ветеранов-афганцев стала первой на Кубани, одной из первых на постсоветском пространстве. До этого уже собирались в памятные даты в сквере боевой славы. Где-то здесь была скамейка, которая появилась как бы сама собой, а после появления памятников также незаметно исчезла. Работа над монументом шла в момент развала СССР. Сломалась идеология и знаки «плюс» превратились в минусы. Символ был необходим. Это работа анапского скульптора Василия Полякова, образ собирательный, армейские погоны, тельняшка и автомат, как у десантников. Каждый ветеран узнает себя, а на общении гости города делают шаг к пониманию, каково это – быть солдатом. Это усталость от проделанной работы. Ну, будь то столевар или камнетес, а это солдат. У него, ну, та же самая работа, только может быть более, как бы сказать, грязная, тяжелая, может быть, менее благодарная. Вот красавец из станицы Анапской, Макарчук, Аркаша, пулеметчик, погиб, прикрывая отход. Однополчанин вместе с анапчанами, не вернувшимися, как говорили тогда из-за речки, имелась в виду граница СССР и Афганистана по рекам Пянша и Амударья. Это офис организации инвалидов войны в Афганистане и боевой травмы. Здесь он, по сути, ревизор. В одном из кабинетов – карта боевых действий. Владимир Андронов был наводчиком аркелирии. По сути, одной из приоритетных целей для врага. В батальон располагался провинциальный центр, город Бамиан. Десантники сопровождали автомобильные караваны. В горах их поджидали засады. Иногда, как говорят сегодня, из умеренных, а иногда из радикалов. Военные медики вели прием мирного населения в городской больнице. Оборудована она по меркам 80-х годов, была очень неплохо. А сам городок до войны был очень популярен у туристов. Там были статуи Будды, которые позже взорвали талибы. Монументально. Ну, можете себе представить, исполин 52 метра, высеченный в скале, на голову которого можно было подняться по внутренним коридорам. Все это еще сохранили фрески древние. Ну, там проходил и Чингисхан, и Александр Македонский. С 2004 года, с марта 2004 года. Вот они такие стали красавцы. Какое именно дерево он посадил в парке за монументом? «Три свечи» Владимир Андронов помнит, как говорит сам, с 90-процентной вероятностью. Можно сказать, что появление одного из символов города – результат проделанной до этого общественной работы. С инициативой вышла городская администрация. Деньги собирали всем миром в ходе специального марафона. А проект придумали школьницы из расположенной напротив гимназии Эврика. Полина Горяева и Анна Красовская. Владимир Андронов – один из тех, кто рассказывал об Анапе, как о городе воинской славы. Сам он представил город-курорт в финале поисковой экспедиции «Имя Кубани», приуроченный к 80-летию образования региона. «Эта награда, вопреки всем законам юриспруденции, это ответственность за то, что еще не сделал. То есть, получается, в общем, есть над чем работать еще». Спасибо.